После турнира в Минске игрокам московского «Динамо» дали несколько выходных дней. Однако сейчас работа в Новогорске уже вовсю кипит. Причем теперь хоккеисты по мере необходимости могут пользоваться и футбольной базой. Ежедневные двухразовые тренировки, конечно, даются игрокам непросто. Руководит подготовительным процессом Иван Скобрев. Он знает, как сбалансировать на льду скорость и выносливость. Яш, Алекс, после этого кровь сдадите. Приготовились! Поехали! Спокойно, но мощно! Спокойно, но мощно! Хорошо, Юсу! Еще, Игорь, выше можешь! Побежали! Больше бедро вперед! Больше бедро! За счет бедра тащим сейчас! Следующая тоже знакомая, да? Одна нога немного на излом. Отсюда вытаскиваем, сюда убрали. Вытаскиваем, сюда убрали. Растянуть ягодичную мышцу и выпрыгнуть. Еще не могу прыгнуть до самого низа. Прямо можно колено положить на траву. Пять секунд, готовимся? Хорошо, Игорь, хорошо. Высокий прыжок. Здорово, Питунь. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Еще мешать можешь. Хорошо. Здорово, Тарочка. Давай, давай, Вов. Не заваривай плечи. Держи таз внизу, а не плечи. Побежали! Труд. Труд, 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 только через труд. Да, новая команда, много молодых ребят. Только через труд мы можем добиться положительного результата. А как заставить их, когда им тяжело, чтобы они еще быстрее побежали? А мы стараемся тренироваться в таком режиме, чтобы им было тяжело. То есть, когда ребятам тяжело, вот именно летом закаляются те качества, которые помогут нам в сезоне. В ближайших планах московского «Динамо» сразу несколько важных событий. И с удовольствием сообщаем, что в некоторых из них смогут принять участие динамовские болельщики. Следите за новостями на официальном сайте нашей команды. Пока мы работаем в двухразовом режиме, до утра вечера, 8-11 августа у нас две товарищеские игры с «Амуром». Также будем проверять новых ребят, новые сочетания. А 12-го у нас числа состоится традиционная встреча с болельщиками, где болельщики могут поучаствовать в том же хоккейном матче, взять у ребят автограф и пообщаться с тренинским штабом, с игроками команды. Впереди у нас ждет много нового и интересного. Банк ВТБ первый в России создал международную финансовую группу, состоящую более чем из 30 компаний, работающих во всех сферах финансовой жизни. Внимательное и профессиональное отношение к каждому клиенту, грамотное и эффективное управление финансами являются залогом успеха работы группы ВТБ. Материал создан при поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Субтитры создавал DimaTorzok